Война санкций неизбежно завершится, заявил в ходе брифинга член ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев. По его словам, ограничительные меры больше бьют по коллегам из Европейского Союза, нежели по России. Страна компенсирует упущенные возможности торговли с Западом восточным направлением, заявил член ЕЭК. Напомню, на фоне отравления и тюремного заключения политика Алексея Навального в США готовят новый пакет санкций. На какие еще вопросы ответили представители ЕЭК, расскажет Мируэрт Жакиянов. Она сейчас на связи с студией. Мируэрт, а обсуждались ли темы, которые актуальны для казахстанского бизнеса? Мадина, приветствую. Судя по ответам членов ЕЭК на вопросы журналистов, большинство вопросов, волнующих отечественный бизнес, пока в режиме ожидания. Один из них – взаимное признание ЭЦП. Бизнес не может участвовать в госзакупках стран-участниц. По словам членов комиссии, до сих пор не решены вопросы подтверждения подлинности цифровой подписи. План по переходу на этот этап сотрудничества будет разработан в течение полугода, а полная цифровизация государственных закупок ожидается к 2025 году, сообщил Арман Шакалеев. Сегодня мы интенсивно проводим консультации и у нас самое главное, есть четкое понимание необходимости реализации этого вопроса. И я еще раз повторюсь, в планах коллегии в первом полугодии рассмотреть планы, предусматривающие страновые переходы, так называемый каскадный план. Вместе с тем, я напомню, что у нас буквально к концу года были приняты стратегические направления и одна из ключевых задач до 2025 года – провести полную цифровизацию государственных закупок в странах-участницах. В целом, если говорить о развитии Союза, то темпы ниже, чем хотелось бы – порядка 1% в год с начала 2014 года. Тогда как в ЕС, к примеру, 12%, а в Китае – 38%, подчеркнули на брифинге. Члены ЕЭК объясняют это неглубокой интеграцией. Страны до сих пор не могут преодолеть барьеры и ограничения. А ведь нужен рост совместного производства. Пандемия коронавируса тоже внесла свои коррективы. Объем взаимной торговли сократился за неполный год сразу на 11%. Это 44 миллиарда долларов. При этом в разрезе отраслей наблюдается и рост. Первое место, наверное, занимает все догадываются. Это фармацевтическая отрасль. В целом, по данным, 11 месяцев, приблизительным данным, отрасль данная в целом в ЕС выросла где-то на 22-23%. Кстати, я отмечу, что в Казахстане почти что двойной рост. Это где-то на около 45% этой отрасли выросло. К слову, некоторые отрасли сельского хозяйства тоже показали рост. Это молоко и мясо, производство сыров. И это не в последнюю очередь благодаря антироссийским санкциям. Данные ограничительные меры, считает ВИЭК, способствуют развитию торговли с Китаем, Вьетнамом, Индией и Ираном. В целом же, по мнению министра по интеграции и макроэкономики ИЭК Сергея Глазьева, война санкций скоро завершится. Эти санкции сегодня реализуются вне правого поля, с грубым нарушением норм ВТО, устава МВФ. И недавно прошедший Доводский форум показал, что существует, вообще говоря, такой широкий международный консенсус. В деловом сообществе и в большинстве стран, что от санкций необходимо отказываться. Санкции никому не приносят пользы. Могу сказать, что антироссийские санкции, наверное, даже больше принесли ущерба Европейскому Союзу, чем нам. То есть это такой обоюдоострый меч. Могу сказать, что, конечно, уже пять лет жизни в условиях санкций стимулировал достаточно серьезные изменения в структуре наших нечторговых связей. Быстро растет товарооборот с Китаем. Мы усматриваем огромные возможности сотрудничества с Юго-Восточной Азией. У нас создаются зоны свободной торговли, уже действуют с Вьетнамом, Сингапуром. Идут переговоры с Индией, с Ираном. Мадина, напомню, США готовят новый пакет санкций на фоне отравления и тюремного заключения политика Алексея Навального. Возвращаю вам слово. Спасибо, Мируэрт. И хочется добавить, что все-таки, наверное, настала пора объединяться в борьбе с повсеместным экономическим кризисом.